Остановка Солигорск. Уникальный поезд Победы во второй раз прибыл в наш город. Торжественный митинг прямо на вокзале. Трогательная и наполненная глубоким смыслом театральная хореографическая композиция. В открытии принял участие глава района Анатолий Ладыга. На протяжении двух лет у нас был первый заезд поезда Победы. Сегодня мы встречаем второй раз. И данное событие, оно отождествляет то, что сколько бы ни писалось сюжетов, малых, больших сценических образов той войны, сколько бы ни снималось документальных, художественных фильмов, сколько бы истории ни было ее сюда, мало. И новый виток в нашей истории, в нашей независимой Беларуси, это поезд Победы, которому можно прикоснуться к каждому и мысленно преобразиться в то время, которое сегодня отождествляет мирное, настоящее и уверенно смотрит в будущее, которое тоже хотелось бы сохранить для наших детей и подонков. В Республике Беларусь в 2024 году проект реализуется по инициативе Белорусской железной дороги совместно с российскими железными дорогами в рамках мероприятий, приуроченных 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Он осуществляется при поддержке администрации президента Республики Беларусь и активном содействии Республиканского волонтерского центра. Музей на колесах, созданный в 2020 году, это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Это действительно уникальный поезд, он позволяет нашим посетителям буквально за 40 минут пройти все четыре тяжелые года войны от начала и до конца и посмотреть, как тяжело ковалась победа. Интерактивная экспозиция посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждая часть поезда – история отдельно взятого временного отрезка. Перед входом в музей – инструктаж. Экскурсию проводит аудиогид Лидия. Это собирательный образ, юная советская девушка, которая делится воспоминаниями семейной истории. В хронологическом порядке посетители знакомятся с довоенными годами, беспощадным периодом Великой Отечественной и долгожданной для советского народа победой. В прошлом году музей пополнился новым вагоном – центральной темой, в котором стали военные трибуналы над нацистами. В начале 2023 года у нас был добавлен новый вагон, рассказывающий о процессах – Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском. В начале экспозиции мы можем увидеть преступления отряда 731 Квантунской армии, зверства японцев. В последующей части вагона видим элемент Нюрнбергского процесса суда над нацистами. Вагон под названием «Концлагерь». Здесь будто замирает время. Лица людей, их мимика в точности переданы мастерами. Санитарный вагон на каждую медсестру приходилось по 165 раненых. Вгруженный рейс практически не спали. Каждое утро – обход врача, перевязки, кормление. Технические решения «Поезда Победы» позволяют ощутить себя в прошлом, а потом вернуться обратно, чтобы дальше жить, работать и созидать. Своими эмоциями поделился и глава района. Я впервые, посещая «Поезд Победы», для себя как бы уловил то, что, выйдя из вагона, все пару минут просто были в молчании, пропуская через себя всю эмоциональность, ту, которую потом, наверное, уже мы будем делиться через время, смотреть фотографии, кто делал фотографии, снимал сюжеты. Поэтому все это надо оценить, оценить тот мир, который нашими предками подарен мирное время, которое мы сейчас имеем. Конечно же, хотелось бы, чтобы больше солигарчан, гостей видели это. И «Поезд Победы», который сегодня курсирует по территории Республики Беларусь, по городам Планово, чтобы они действительно готовили большое количество детей, которые могли бы пропустить через себя все это. И понимали, что, как и в приветственном слове, я говорю, сколько бы ни снималось художественных фильмов, документальных фильмов, сколько бы ни было пяти-десяти минутных сюжетов, никогда не будет лишним и никогда не станет, наверное, лишним видеть все то, что преображает историю в новых ракурсах. За день «Поезд Победы» в Солигорске посетило более 1200 человек.